Такого улова у правоохранителей не было давно. Татарстанские полицейские за месяц арестовали две крупные группировки, которые занимались незаконной ловлей и продажей рыбы и раков. Эксклюзивные кадры сложной спецоперации сразу в двух районах республики. Увидим прямо сейчас. Их взяли в ночь на 17 октября в импровизированном ангаре. Новая партия раков, 32 тысячи штук, были готовы к реализации. Полиция ворвалась на подпольный склад браконьеров как раз в момент погрузки товара. Взяли каждого. В ходе спецоперации задержали 27 человек. Рыба сгнила с головы. Было установлено то, что к деятельности данной преступной группы имеют отношение должностные лица ветеринарных служб, управления по охране и использованию объектов животного мира. Также установлено то, что к деятельности данной преступной группы имеют отношение должностные лица правоохранительных органов. Без такого покровительства они не смогли бы действовать в промышленных масштабах и в течение трех лет. Раков ловили в трех реках. Белая, Кама и Волга. Продукция шла в Москву. На незаконном промысле ракоторговцы заработали более 20 миллионов рублей. Ущерб колоссальный. Стоимость от того рака 42 рубля. Если в одной партии в среднем были по 30 тысяч штук, получается, что за эти годы они выловили более 600 тысяч тенистоногих. К ловле самих браконьеров готовились тщательно и организованно. Нашим сотрудникам проверял информацию, поступающую в отдел, о том, что в Актанышевском районе, в Мензелинском осуществляется незаконная добыча раков. И он собирал информацию, то есть он выявлял нарушения. Но административные меры, воздействия в данном случае, они как бы неэффективны. В этапе, когда информации стало много, обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Операция заняла несколько месяцев. Полиция провела более 30 обысков. Раколовцы могут лишиться свободы до 5 лет. Полицейские Татарстана активно работают по пресечению браконьерства на водоемах республики. Как результат, 123 выявленных преступления подобного рода. Если сравнить с прошлым годом, таких преступлений было выявлено 57. В этом году только в ходе операции «Нерест» полицейские совместно с другими ведомствами пресекли сотни правонарушений. В 70 случаях поход для горе-рыбаков закончился уголовной ответственностью. Было выявлено в сфере рыболовства более 600 нарушений. Это и незаконная добыча водных биоресурсов, это незаконная реализация каких-то товаров, то есть рыболовных сетей, тех же роколовок. Все дела доведены до суда. Большая рыба попалась недавно и в Заинском районе. 27 800. Правоохранители вышли на след целой группировки. Они промышляли в местном водохранилище в течение пяти лет. На стадии разработки криминальной группировки мы установили связь участников с бизнесом по реализации рыбы. 73-й регулярно отправляли партии рыбы в исправительные учреждения республики. Руководил группой браконьеров 48-летний сводный брат лидера 73-евских. Незаконной ловлей занимались два пенсионера. Заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». На время следствия двое остаются под стражи, один под подпиской о невыезде. При осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере водных ресурсов выявлено и коррупционное преступление. Направлено в суд уголовное дело, возбужденное в январе текущего года в отношении главного гидротехника Федерального государственного учреждения Управления эксплуатацией Нижнекамского водохранилища, который был задержан при получении взятки в сумме 110 тысяч рублей. Уголовного дела, возбужденного по факту нарушения при выделении бюджетных средств, продолжается расследование эпизода в отношении директора одного из общества ограниченной ответственностью, которая совершила хищение гранта в сумме 1 миллиона рублей, предназначавшегося для воспроизводства рыбы и водных биоресурсов. Всякая рыба хороша, коли на удочку пошла, напоминают народную мудрость правоохранители. Они будут усиливать работу для пресечения незаконного промысла биоресурсами. При поддержке МВД Татарстана Лейсан Сабирова, Рамиль Шайдулин, Амир Зальшев, ТНВ. И как сегодня сообщили в МВД, начальник полиции Октанышевского района понижен в должности. Такова цена сокрытия фактов незаконного промысла. Соответствующий указ подписал министр внутренних дел республики.